В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Ажарова. Здравствуйте. Сигнал о заминировании авто в паркинге нового привоза оказался ложным, но вместо взрывчатых веществ полицейские обнаружили куда более интересную находку. Сегодня после обеда на линию 102 поступило сообщение о том, что один из автомобилей в подземном паркинге на новом привозе заминирован. Вместо событий оперативно прибыли полицейские и взрывотехники. По предварительной информации в подозрительном автомобиле было найдено несколько единиц огнестрельного оружия и комплекты военной формы. Сейчас въезд в паркинг оцеплен. Внутри него работают эксперты. При огляде автомобилей собака кинового отреагировала на два автомобиля, которые были открыты. В них было выявлено оружие и боеприпасы. За предыдущими данными, оружие автоматично, боеприпасы в цинках с армейскими упаковками – это боевые боеприпасы 72 и 5.45. Сейчас проводится проверка. Прибыли сотрудники службы безопасности Украины. И также дошли до следственных действий относительно этих двух автомобилей, которые находятся на этом парке. Сейчас правоохранители устанавливают владельцев автомобилей и отрабатывают все возможные версии. Все подробности в полиции пообещали сообщить позже. Подозреваемый в убийстве боксера Сергей Алащенко остается в СИЗО. Сегодня продлили меру пресечения Дамиру Гасанову. Также Малиновский суд намерен разорвать договор с Бюро переводов. С мая месяца заседания срываются из-за того, что в суд не является переводчик. В ближайшее время надеются найти нового переводчика. Надеются листи из территориального управления, юстиции. О этих листах сказано, что они только распорядниками денег и не могут подключить переводчика. В связи с этим судом будет направлено до Державной судовой администрации Украины о том, что главное территориальное управление самоусунулось от помощи суду о залучении перекладача. А также будет направлено лист до территориальной судовой администрации, в которой будут инициировать вопросы о разорвании договора с Бюро переводов, с которым укладывается договор в связи с тем, что перекладач не приходит к судовому заседанию. Напомню, в 2015 году в центре Одессы произошел конфликт. Чемпион Европы по боксу Сергей Лащенко и еще двое мужчин получили огнестрельные ранения. Спортсмен был доставлен в больницу. Туда смог пройти вооруженный человек, который застрелил Лащенко прямо в коридоре еврейской больницы. Следующее заседание по этому делу пройдет 31 мая. В Одессе активно продолжают работу по ремонту и замене пожарных гидрантов совместными усилиями спасателей Инфоксводоканала и профильного департамента городского совета. Работы проводятся согласно утвержденному графику. На 2017 год был составлен и утвержден график, в который вошли 169 неисправных пожарных гидратов из 2252, которые числятся на балансе филиала Инфоксводоканала. На сегодняшний день по состоянию на 16 число выполнилось согласно графику 84 пожарных гидранта. Уже отремонтированы и заменены. Кроме того, работники предприятия проводят работы вне графика, согласно предписаниям госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Отдельное внимание спасатели уделяют пожарным водоемам, которые начали восстанавливать в рамках целевой программы. Сейчас к эксплуатации готовы 29 водоемов. Восстановление остальных затрудняется специфика работ. Проведение этих работ – это повышенная опасность глубиной ниже 2 метров в земле, закрытая. Значит, необходимо организации, которые имеют лицензии на эту работу. У нас в городе только две таких организации. Мы не можем нанять больше организаций. Учитывая вот эти вот… В принципе, за лето, то, что мы конкретно взяли за лето, мы 29 пожарных водоемов сделали. Уже отремонтированные или замененные гидранты проходят проверку пожарными расчетами во время учебных выездов. Норматив подключения машины к гидранту составляет до 32 секунд. Однако на практике говорят пожарные все иначе. На пожаре такого, как нормативного часа, не существует. Потому что есть некоторые аспекти, как находиться пожарных автомобилей, біля пожарных гидрантов. Неможливо сделать проезд. Поэтому этот час, конечно, увеличивается. Мы информуем районную администрацию, чтобы проводилась работа, а самое, чтобы не зупиняли, чтобы был доступ заезд до межквартальных проездов. В следующем году ведомства уже готовят очередную программу совместных действий, которая должна увеличить уровень противопожарной безопасности города. В рамках недели безопасности дорожного движения к учащимся в 111-ю школу пришли патрульные, медики и спасатели. Они показали спецтехнику и ответили на все вопросы детей. Сегодня в рамках недели безопасности дорожного движения мы собрали и другие службы. То есть те экстренные оперативные службы, которые работают, которые взаимодействуют и которые, прежде всего, цель и задача – это помощь. Оказание помощи при каких-либо ситуациях экстренных, неожиданных. Патрульные рассказали, как правильно переходить дорогу, а также отметили важность ношения светоотражающих элементов на одежде. Мы проводим с детьми такого рода мероприятия. Ежедневно посещаем все школы Одессы. У нас 10 инспекторов, которые каждый день посещают школы, родительские собрания и так далее. Проводим разные мероприятия, такие как велоквест недавно мы проводили. В нашем учебном учреждении, к счастью, такая работа не ограничена рамками одной недели. Эта работа проводится ежедневно в течение учебного года. Эта работа охватывает абсолютно все классы нашего учебного учреждения с 1 по 11, но без сомнения с учетом возрастных особенностей наших детей. В Ананевском районе продолжается вырубка лесных массивов. Под снос идут полувековые дубы, ясени и акации. Территориально земля относится к Долинскому сельскому совету, но влияния на 20 гектаров леса сельсовет не имеет. Нанять охрану и запретить фурам вывозить древесин руководство села не имеет полномочий. В свое время лес был территорией колхоза имени Кирова. Однако после развала Союза зеленый массив так и не передали в ведение лесхоза. Ветки, которые остаются после вырубки взрослых деревьев, на отопительные нужды забирают не только жители негазифицированного села Долинское, но и нуждающиеся в дармовом топливе из газифицированных Ширяева и Захаревки. В результате того, что цена на газ на сегодняшний день, сами знаете, не маленькая для наших людей, это неподъемная цена, поэтому каждый запасается на зиму таким видом палива. В ближайшее время все ничейные лесные массивы в области ждет инвентаризация. Деньги на это были выделены еще в прошлом году, но тендер на выполнение работы и оформление документации провели недавно. Деньги на это были выделены в сумме 29 миллионов гривен, но финансирование началось только в 2017 году, в 2016 году не было. Поэтому на 2017 году мы планируем потратить эти деньги в размере 16 миллионов, в 2018 году 10 миллионов и 3 миллиона на 19 миллионов. Зоозащитники выступают против притравочных станций территории, где тренируют охотничьих собак нападать на других животных. Общественники требуют ликвидировать их или как минимум сделать бесконтактными. Проще говоря, чтобы во время тренировок собак не страдали другие звери. Также зоозащитники требуют убрать из законодательства определение волка – вредное животное. Они разработали соответствующий законопроект и зарегистрировали его в Верховной Раде. Но заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк обратился в парламент с просьбой не принимать этот документ, чем вызвал недовольство его авторов. Суть в том, что в нашем законопроекте 6598 предлагается в первом приближении в притравочных станциях убрать хорьков, барсуков, собак и котов. Сейчас убраны волк и медведь. Но в связи с тем, что формулировка статьи звучит, что не разрешается притравливать, но содержать на притравочных станциях таких животных можно. А поскольку притравочные станции являются частной территорией, попасть на них практически невозможно, очень и очень сложно, то в реалиях получается, что и волк и медведь по-прежнему участвуют в притравках. За защитники пикетировали Минагрополитики с требованием не препятствовать принятию законопроекта. В ближайших планах митинг под госагентством лесных ресурсов, которое отвечает за притравочные станции. В Одессе на пересыпи открылось первое в Украине каворкинговое пространство, объединившее мастеров различных творческих профессий – творцы Одессы. Теперь вязать, шить, лепить из глины и выдувать стекло, возможно, в одном месте. Александр Вейсман продолжит. На создание подобного творческого пространства главу общественной организации «Творцы Одессы» натолкнул случай с жизнью. Однажды, желая создать многофактурную новогоднюю елку и не имея достаточно знаний, Светлане пришлось посетить несколько мест для воплощения в жизнь задуманного. Так и пришла идея собрать под одной крышей всех мастеров. Мне пришлось приложить довольно много усилий. То есть найти ПВХ, найти, где мне порезать ПВХ на фрезерном станке, найти место, где мне ее покрасить из баллончиков, потому что в квартире этого не сделаешь, запах и грязь. Найти, где пошлифовать, потом, как ее зарядить светодиодами, чтобы она светилась и так далее. И это стало мне массой усилий и времени. Я подумала, было бы здорово, если бы можно было прийти в одно такое место, привлечь различных специалистов, посоветоваться у разных мастеров и реализовать эту идею буквально за полдня. В каворкинговом арт-пространстве «Творцы Одессы» на Черноморского казачества 16 есть гончарная и художественная мастерские, студия инженерии и электроники, витражная мастерская, бутафорная, а также клуб вязания и шитья. Впервые в Одессе мы будем давать мастер-классы по витражному делу. То есть до нас еще никто этого не делал. Еще не запустившись, инженерная студия у нас разрабатывает технологии, связанные с голограммами. Разрабатывает технологии, где за счет R-Generation технологии мы будем, в общем-то, давать освещение на улице. Александр Ветьман, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Двойной праздник в Академии связи. Студенты университета подготовили праздничный концерт, приуроченный ко 117-летию Академии и Дню работников радио, телевидения и связи. Преподавательский состав и студентов наградили почетными грамотами и знаками отличия. Наше професійное свято – День радіо, телевидения и связи рядом с ним студентов. Связок – это всегда раздвиг. Связок – это всегда молодость. Я хотел бы сказать, что у нас не специальность, у нас миссия. Справа в том, что Академия имеет непосредственный связок и радио, телевидения и связи. Я хотел бы сказать, что первое электронное телевидение в Украине было организовано, были передачи, как раз, из Академии и связи. Сегодня мы празднуем День Академии, День связи, День работников связи и также День студента, Международный День студента. Мы к этому празднику готовились, наверное, месяц. Ребята очень активно принимали участие в украшении зала, также подготовке к номерам. Ректор Академии, а также представители сотрудники будут награждать сотрудников, преподавателей. Также будут награждаться студенты, так как сегодня День студента. Мы считаем, что должны быть увидены, услышаны лучшие из лучших и сегодня они будут здесь награждаться. Зал спортивной гимнастики на стадионе СКА будет отремонтирован. Об этом в ходе встречи с родителями руководством 10-й спортивной школы, заявил губернатор. Сейчас ведутся переговоры о временном помещении для тренировок, а уже в следующем году будет начато строительство нового спортивного комплекса. Дмитрий Богомолов продолжит тему. Бронзовый призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике 15-летний Рустам Ахмат не очень успешно выступил на последнем чемпионате Украины. Шестое место ребенок объясняет сложными условиями для тренировок в последние месяцы. В темноте очень сложно, вообще невозможно работать, особенно на брусьях, на перекладине, потому что не видишь, когда ставишь руку, можешь промазать и сломать себе что-то. Сколько часов в день тренируешься из-за вот этих условий? Из-за условий? Ну, до пяти. Ну, как только темнее, то есть сразу иду качаться, потому что уже невозможно тренироваться. А вообще, чтобы хорошо начать, что делать там, вообще добиваться результатов, надо как минимум делать по две тренировки. Из-за протекающей крыши и угрозы замыкания проводки администрация стадиона СКА отключила свет гимнастам еще в сентябре. Временный договор аренды завершает свой срок 30 ноября, когда зал будет опечатан. Родители против переезда 10-й спортивной школы в другие районы города. Этот зал очень удобен. В нем удобно в чем? В том, что рядом школа. Дети приезжают в школу, они отучились в школе, после школы идут на тренировку. Мы, родители, уверены в том, что там смотрят за ними учителя, дети под присмотром. Потом они идут на тренировку, они под присмотром на тренировке. Дети не занимаются ненужными вещами. Это очень важно для родителей. И поэтому, если заберут этот зал, то неизвестно куда пойдут наши дети дальше. Средственно-косметический ремонт зала для спортивной гимнастики пообещал найти губернатора Детской области. Деньги якобы выделят спонсоры. Кроме того, Максим Степанов заверил всех, что ведутся переговоры о строительстве нового спорткомплекса для гимнастики на территории стадиона «Динамо». Мы практически уже нашли полное взаимопонимание с обществом «Динамо» для того, чтобы в следующем году совместно на их территории начать строить гимнастический комплекс, которым будут заниматься детки спортивной гимнастикой, художественной гимнастикой, акробатика и батут. Этим деткам нужно до следующего года, пока большие дяди что-то построят, им нужно где-то заниматься. Поэтому я вижу единственный выход – провести здесь элементарный косметический ремонт. Я берусь за то, чтобы найти спонсоров, которые это с удовольствием сделают. Тренироваться на СКА гимнасты продолжат в случае перезаключения договора аренды между городским спортоуправлением и Министерством обороны. Для этого нужно отремонтировать крышу. На тот период, пока это все будет проводиться, городское управление физкультуры и спорта Одесского городского совета ведут переговоры с педуниверситетом, с администрацией 59-й общеобразовательной школы. Также родителями было предложено снять на Таирово 400 квадратных метров помещение, которое город готов выделить полмиллиона на арендную плату этого помещения. На тот период, пока здесь будут устранены все недочеты, чтобы детки могли вернуться и заниматься в тепле и освещении. По словам чиновников, урегулирование ситуации займет всего несколько дней. Где продолжат тренироваться дети, узнаем уже на следующей неделе. Дмитрий Богомолов, Анастасия Кричко, телеканал Репортер. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с Репортером. Счастливо!